Добрый день, друзья! 31 декабря принято говорить о годе уходящем. Каким он был, вспоминать, что в нем было хорошего, прощаться с ним. И мы также хотим последовать данной традиции и рассказать о 2020 году. Каким он был для нас, каким он был для инфодайинга. На самом деле это был счастливый год. Этот год принес нам очень много работы. И действительно, благодаря нашей работе много появилось здоровых детей. Появилось много здоровых взрослых. Появилось много тех, кто стал счастливым. Появилось много тех, кто стал успешным. Этот год принес успех, счастье, радость в семье. И эти же семьи он познакомил с инфодайингом. И все это вместе, вот так и случилось. Мы вошли в жизни людей, и люди вошли в наши жизни. И это все счастливое путешествие, счастливое взаимодействие. Этот год подарил нам невероятные наработки через инфодайинг по психике. Мы действительно смогли структурировать надсознание, подсознание, выстроить схемы, как работает, где пишется, какая информация, начать осознавать жизнь, смерть, каким образом происходят инкарнационные циклы. Огромные пласты невероятной информации, которая вообще всегда находилась либо под грифом «секретно», либо под грифом «этим занимаются дураки». Но нам без разницы, мы можем и так, и так. Главное, что мы счастливы от того, что мы этим занимаемся. Этот год подарил нам три новые книги. Инфодайвинг надсознание, инфодайвинг подсознание и инфодайвинг счастья. Этот год подарил нам путешествие. Он подарил нам путешествие в Мексику, которое открыло новые информационные пласты для нас. Он подарил нам путешествие в Египет. Опять-таки в подсознании нашем. Египетский пласт один из самых больших и самых интересных. Потому что все, что творилось 5000 лет назад, сохраняется в нашем подсознании. И там действительно можно найти ответы по ключевым вопросам о жизни и смерти. Кроме того, инфодайвинг подарил нам команду. Наша команда выросла. У нас в этом году сменились ребята, которые работают непосредственно в Минске. И у нас расширилась наша территория, где есть теперь инфодайверы, стажеры, которые могут работать с людьми. И мы смогли отработать систему платформу Сабришин. И постепенно на этой платформе начинает работать все больше людей. А мы все больше взаимодействуем с нашими административными органами, чтобы запустить в Беларуси такой действительно офигенный, крутой стартап. Это все 2020 год. Невероятное количество работы. Невероятное количество счастья. Этот год подарил нам друзей. Этот год подарил нам море поздравлений, благодарностей. Он подарил нам море счастья. За все свои годы жизни я не получала столько домой цветов, поздравлений, благодарностей, подарков. Я не видела столько счастливых, восторженных глаз. Я не получала такое количество восторженных, благодарственных писем, как было за этот год. Потому что действительно очень много наших детей вернулось в здоровую жизнь. Это обалденный год. Это реально один из самых лучших годов, который доводилось проживать нам. И мы верим, что 2021 год будет еще более счастливым, еще более успешным, еще более здоровым. И еще больше людей обретут благодаря инфодавингу счастье, познают свои скрытые возможности, возможности своей психики, познают любовь, познают счастливые отношения, познают успешные бизнесы, свои собственные там, где их душа раскрывается, реализуется, и где они действительно ловят кайф от каждого мгновения, здесь и сейчас, прожитое в этом физическом теле. И все это человек может получить, достичь, иметь, благодаря осознанию того, насколько он может быть счастлив в этом физическом воплощении, в этом физическом теле. Мы за этот год осознали, что мы живем в раю. И лишь ум, и лишь человек сам себе создает из рая ад. Все зависит от того, где внимание человека. Если человек видит вокруг себя счастье, если человек замечает и благодарит себя и своих близких за это счастье, он имеет еще больше счастья. Господа, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, 21-м, и пожелать. Смотрите по сторонам, видите везде счастье, видите счастье в родных глазах, потому что в них отражаетесь вы. Видите счастье в своих родителях, потому что в них отражаетесь вы. Видите счастье в своих детях, в них отражаетесь вы. Видите счастье в каждом своем движении, потому что вы можете дышать, двигаться, говорить. Вы можете проживать, вы можете проживать физическую жизнь. И это счастье. И чувствовать себя в этом счастье действительно блаженным. Реализуйтесь в 2021 году Раскрывайте свои способности, свои таланты Раскрывайте в себе Бога, Творца, Создателя, Абсолют Потому что это все в нас И когда мы это осознаем, и когда мы это проявляем Мы действительно творим чудеса И пусть 2021 год внесет в вашу жизнь счастье, успех Раскрытие в себе Создателя И пусть он будет наполнен радостью, детским смехом И с самыми невероятными проявлениями, какие вы можете себе позволить С новым 2021 годом!